Цены на нефть продолжают держаться на рекордно низком уровне. Североморская Brent торговалась сегодня на отметке в 27 долларов и 77 центов за баррель. Американская WTI подешевела на 5 центов до 28 долларов и 8 центов. К слову, накануне сырье этой марки впервые с 2003 года упало ниже 27 долларов за бочку. Почему цены на нефть падают и как долго продлится это затянувшееся пике? На эти вопросы мы попросили ответить аналитика русской службы Голоса Америки Михаила Гудкина. Сейчас он выходит с нами на связь из Нью-Йорка. Михаил, здравствуйте. Как мы знаем, цены на нефть продолжают ставить антирекорды. Еще в начале недели баррель Brent пробил отметку в 28 долларов. Стоимость черного золота падает после новостей о снятии санкций с Ирана. Как вы думаете, стоит ли ожидать дальнейшего снижения и как скоро цены на нефть нащупают дно? Добрый день, коллеги. Действительно, наверное, можно говорить о перспективах дальнейшего снижения стоимости нефти. Дело в том, что если говорить о фундаментальных факторах, то по-прежнему мы наблюдаем на глобальном рынке перепроизводство нефти. По некоторым данным, это перепроизводство достигает 1 миллиона баррелей нефти в день. И в то же время мы видим, что снижаются темпы роста спроса на нефть за счет замедления темпов роста китайской экономики и других факторов. Возможно, в ближайшие недели или месяцы мы увидим некоторое снижение добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Но эти объемы, вероятно, будут замещены иранской нефтью, которая вот-вот должна поступить на рынок. Так что фундаментальная картина не меняется. Можно говорить также и о том, что зафиксировано рекордное количество коротких позиций на нефтяные фьючерсы, которые были открыты крупными хедж-фондами. Так что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы нефть начала расти в цене. Ну, если говорить о цифрах, то тут называются самые разные цифры. Экстремальный прогноз от Chartered Bank составляет 10 долларов за баррель нефти. Но многие более взвешенные прогнозы говорят о том, что нефть может понизиться до 20 долларов за баррель. Когда она достигнет своего дна, на этот вопрос ответить крайне сложно. Многие эксперты говорят, что это должно произойти к середине текущего года. Михаил, еще вопрос. Вот в Москве установившиеся цены на сырье называют несправедливыми. На днях российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил в интервью Bloomberg, что в ближайшие 2-3 года стоимость барреля нефти вернется до уровня 50-60 долларов за баррель. Как оценивают такие прогнозы на Уолл-стрит? Я не совсем понимаю, что означает справедливая и несправедливая цена в данном контексте. Цену устанавливает рынок. И мы уже говорили о том, что может пройти какое-то время, прежде чем рынок найдет стабильное равновесие стоимости нефти. Что касается прогнозов господина Дворковича о том, что цены достигнут 50-60 долларов за баррель в течение следующих 2-3 лет, это вполне реалистично. Агентство Муди предсказывает, что уже в этом году цены на нефть марки Brent составят от 43 до 53 долларов за баррель. Так что через 2-3 года, опять-таки, очень сложно предсказывать, особенно на такие длительные периоды времени. Но, в принципе, этот прогноз звучит вполне реалистично. Понятно. А как влияют низкие нефтяные цены на мировую экономику? Вообще это плюс или минус, как вы думаете? В принципе, если говорить чисто теоретически, то дешевые ресурсы, включая энергоносители, они, несомненно, должны идти на пользу развитию экономики, ее дальнейшему росту. Но в данном случае, когда мы видим, что добыча, переработка и продажа нефти так тесно завязаны на глобальные финансовые потоки, очень сложно дать однозначный ответ на этот, казалось бы, достаточно простой вопрос. Такое резкое снижение стоимости нефти, которое мы наблюдаем сейчас, может привести к дефляционным рискам. Мы это уже видим. Международный валютный фонд и другие организации предсказывают замедление темпов роста глобальной экономики. Существует риск того, что вот это резкое снижение стоимости нефти может нарушить баланс финансовой архитектуры всего мира. И будем надеяться, что этого не произойдет. Но, тем не менее, эти риски существуют. Так что ответить на этот вопрос однозначно достаточно сложно, коллеги. Спасибо, Михаил. Спасибо за ваше мнение. С нами на связи из Нью-Йорка был аналитик русской службы «Голоса Америки» Михаил Гудкин.